В эфире телекомпания БУК-ТВ, проект 101 на связи. Наша праздничная программа имеет не совсем традиционный формат. Мы решили отойти от привычного стандарта и рассказать о службе спасателей так, как ее видят не сами сотрудники МЧС, а их будущая смена – юные добровольцы, чья мечта – спасать тех, кому нужна помощь. Как я вас зовут? Очень приятно. Вот это видно. Сегодня я приехал сюда, чтобы узнать, как научиться безопасности в каждом доме. Расскажите подробнее о своей работе, расскажите, как вы работаете. Сегодняшний день служба пожарная, аварийно-спасательная, как преемник пожарной службы. Мы готовы к любимым нештатным ситуациям. У нас имеется достаточно развитая материально-техническая база. У нас имеется современная техника, которая также возможна применением для ликвидации нештатных ситуаций. Ну и самое главное, в нашей службе работают профессионалы своего дела. Они тоже достигаются каждодневными тренировками, каждый выезд, каждый час, каждый день. Это все накапливается, шлифуется, чтобы приводить все-таки к минимуму последствиям от различных нештатных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. Зачем пожарные вертолеты, пожарные самолеты? Зачем? Ты, Дима, в лесу находился когда-нибудь? Угу. Видел, какой лес большой? Да. И заметить пожар не всегда из земли представляется возможным. Вертолет, когда поднимается вверх, он пилоты видят далеко. А самолет вам зачем? И самолет тоже используется для вот именно обнаружения пожара. Но есть большие вертолеты, которым цепляется специальная емкость для воды. Да, вот такие вот типа ведерки, из них потом выливается вода. Подлетают к нижней речке, берут воду и выливают на пожар. Да, просто пожарный автомобиль, он же не может ехать по лесу, он будет мешать деревьям. А вот в вертолете имеется такая возможность тушить пожар из воздуха. А что нужно, чтобы стать настоящим спасателем? Чтобы стать спасателем, в первую очередь нужно хорошо учиться, чтобы быть умным. И заниматься спортом и физической культурой, чтобы быть сильным. И все остальное получится. А что вы тут делаете? А мы здесь тренируемся, готовимся, выполняем упражнения, подготовимся к соревнованиям. Насколько сильен должен быть спасатель? Ну, спасатель должен быть сильен настолько, насколько требуют от него данные упражнения, которые он выполняет. Спасатель должен быть таким сильным, чтобы он смог вынести из горячего дома человека, ребенка, выполнить свою задачу. Пожарные, на самом деле, это как супермены. Смотрел фильм про супермена? Ну вот, посмотришь. Пожарные это те же супермены, просто они много тренируются. Для того, чтобы делать эти задачи, они много раз это отрабатывают на занятиях. Сегодня ты можешь вместе с нами попробовать выполнять некоторые упражнения. Пожарные это те же супермена. Здравствуйте. Привет, Дима. Ты сейчас находишься на территории пожарной части. Мы для тебя кое-что подготовили. Идем посмотрим. А что это за машина такая? Как она называется? Это автомобиль быстрого реагирования. Предназначен для доставки сотрудников МЧС к ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций пожара. Идем вместе посмотрим, что у них находится, для чего оно надо. Оборудование и инструмент. А если сейчас какой-то пожар где-то случится, или что-то где-то сейчас случится, то что? Ну что, поступит звонок, дядя сидит там целый день на телефоне, ему звонят, говорят, что-то случилось, он отправляет машину. Вот все, кто здесь ходит, одеваются и выезжают на пожар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе понравилось у нас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, очень понравилось. Смотри, чтобы ты помнил всегда нас, если в любое время можешь к нам приезжать, мы тебе дарим такое расписание занятие. Ты, наверное, в первый класс идешь, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, чтобы ты хорошо учился, сюда записывал, какие у тебя эти уроки будут. Сразу крашка наша пожарная машина, ну и такие вот книжечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится, что здесь очень хорошая техника, очень безопасная техника. Техника безопасности, техника безопасности в доме, техника, которая перевозит людей на всякие чрезвычайные ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МЧС – это самое лучшее МЧС в стране. Это самое лучшее МЧС в стране, в котором я еще побывал. Каждый выезд, будь то он боевой, будь то он учебный, он преподносит какие-то новые нестандартные ситуации. И тут должно быть и быстрое мышление, и смекалка, как отреагировать в той или иной ситуации. Тут предсказуемых одинаковых выездов практически не встречается. Обстановка меняется в каждый момент. И вот мы готовим своих людей, чтобы они могли и нестандартно мыслить. Закаливаем у них твердость духа, выдержку, ну и, конечно, гуманизм в определенных случаях. Это самый крутой день в моей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые коллеги, сегодня мы отмечаем знаковые и важные события – 165-летие пожарной службы Беларуси. Традиции пожарной службы, они складывались десятилетиями и шлифовались в период боевой работы, учебных выездов. На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что аварийно-спасательная служба, как преемник пожарной службы, имеет совершенную материально-техническую базу. Созданы необходимые условия для несения службы личным составом. Современная техника позволяет нам ликвидировать любые нештатные ситуации практически в застегнутых размерах. Особые слова благодарности я хотел бы высказать органам власти всех уровней за ту поддержку наших инициатив в вопросах развития материально-технической базы и в вопросах создания безопасных условий жизнедеятельности нашего населения. Слова признательности хотел бы также сказать нашим ветеранам. Ваш бесценный опыт, который накапливался годами, мы непременно используем в повседневной деятельности. Наверное, неправильно будет не отметить наших помощников, пожарных добровольцев, которые также решают с нами совместные задачи по созданию условий для безопасности наших граждан. И в целом, уважаемые коллеги, я искренне поздравляю вас с этим праздником. Хотел бы пожелать вам крепкости, духа, здоровья, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok